Откуда берется уныние или депрессия? Чем это опасно? Как справиться с депрессией? Наверное, очень актуальный такой вопрос. Многие сейчас страдают депрессией. И действительно, во многом депрессия созвучна унынию, а также печали. Это две такие греховные немощи человеческие. Уныние — это расслабленность, когда человек не чувствует никакой жизненной активности и не испытывает внутренних сил, чтобы спасать свою душу. А печаль — это тоска, огорчение. Когда человек так вот внутренне теряет радость жизни и весь погружается во что-то мрачное. И вот Священное Писание нам дает ответ. У апостола Павла мы встречаем такие строки о том, что, оказывается, существует два вида печали. «Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть». То есть страшна именно такая мирская печаль, потому что она содержит в себе внутреннюю смерть человека. Нет никакого стремления к Богу, к добру, к чему-то живому. И человек внутренне выгасает, теряя какие-то стимулы. Вот что же этому противопоставить? Вот опять-таки, если мы берем Священное Писание, то вот этому внутреннему умершлению, потере жизненной активности, можно противопоставить прежде всего молитву. Потому что молитва — это всегда движение. Это вот отклик сердца на Божий призыв. И молящийся человек, он уже внутренне устремлен к Богу. Он уже не находится вот в этой такой мрачной тине грехов, в тине печали. Библейская книга псалмов наполнена многочисленными молитвенными воззваниями ко Господу. Особенно вот 33-й псалом прекрасный, удивительный, где есть такие строки «Взыска Господа и услышимя, и о всех скорбей моих избавимя». Господь избавляет нас от каких-либо скорбей и от ощущения внутренней скорби, вот от этой депрессии, когда мы открываем Ему свое сердце. А сердце наше открывается только в молитве. Но еще надо отметить, что часто депрессия, она связана с какими-то нераскаянными грехами. Они тяготят душу, а вот когда у нас на наших плечах груз, то нам от этого тяжело. И, конечно же, мы испытываем уныние, тоску, пока этот груз не сойдет с наших плеч. А груз этот сходит только тогда, когда мы освобождаемся от грехов. И Священное Писание напоминает нам о покаянии, о исповеди наших грехов пред Господом. Вот как об этом сказано в книге Псалмов. «Но я открыл тебе грех мой, и не скрыл беззаконие моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». Когда из души уходит вина от ощущения грехов, то уходит и депрессия. И вот этот факт, он проявляется в жизни очень и очень многих людей. Но хочется отметить, что на самом деле депрессия бывает еще и просто заболевание, когда происходит некоторый сбой в психофизическом организме человека, когда не хватает каких-то определенных веществ, они перестают вырабатываться, может быть, из-за стрессов, может быть, из-за каких-то критических ситуаций в жизни. И тогда не нужно отвергать традиционную медицину, ту самую медицину, которую дает нам Господь Бог. Вот как опять-таки нам Священное Писание подсказывает в книге Иисуса, сына Сирахова, сказано «Почитай врача честью понадобности в нем, ибо Господь создал его и от Вышнего врачевание». От Господа нам дается врачевание, поэтому не нужно стыдиться ходить, в том числе к психиатрам, психотерапевтам, если вы испытываете какую-то проблему психического характера. Нам даются от Бога врачи, которые помогут правильно преодолеть эту проблему. В той же священной книге сказано «Господь создал из земли врачевства и благоразумный человек не будет пренебрегать ими». Так что постараемся быть благоразумными людьми, учитывать традиционное лечение, но прежде всего обращаться ко Господу Богу, который спасет нас от любой скорби и от любой депрессии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok